Ученики гимназии Логос посетили троицы Сергия Вулавру. Экскурсия по обители, поклонение мощам преподобного Сергия Радонежского. Все это традиция начала учебного года. Подробности далее по материалам наших коллег из города Дмитров. Сергий Радонежский родился в 1322 году в семье ростовского боярина Кирилла и его жены Марии. Юные паломники узнали о преподобном Сергии Радонежском, о его семье и жизни, о том, как строилась Лавра. Ребята побывали в храмах монастыря, познакомились с их особенностями, послушали рассказ о том, как святая обитель пережила не одну войну. Также из-за того, что мы с классом готовили по маленьким частям рассказ про троицы Сергия Вулавру, я лично готовила про колокольню. Я узнала очень много нового, узнала про то, что есть очень большой царь-колокол, который весит 65 тонн. И вообще очень много всего интересного, также там безумно красивая обстановка и приятная атмосфера. Мальчики и девочки посетили первый из построенных храмов обители Троицкий собор, где покоится мощь основателя монастыря, святого преподобного Сергия Радонежского. Приложился к мощам преподобного Сергия Радонежского в Троицком соборе, почувствовал силу и невероятную энергетику. Очень рад, давно хотел сделать это, был здесь последний раз давно, несколько лет назад. Надеюсь, поможет мне молитва и сам преподобный Сергий Радонежский в сдаче экзаменов. Также ребята могли подать записочки для поминовения близких за богослужением. Кроме того, они посетили музей-заповедник писателя Сергея Аксакова. Сейчас находимся в усадьбе Абрамцева на фоне храма, спроектированного русским художником Виктором Михайловичем Васнецовым. Всех поздравляю с началом нового учебного года и желаю всем сил и еще раз сил. Более 600 лет назад из села Радонежское, что в 12 километрах от Сергеева Посада, сюда пришел юноша по имени Варфоломей, сын ростовского боярина Кирилла. Как уже говорили ранее, в эту усадьбу приезжали очень многие художники. Сейчас мы находимся возле дуба. По некоторым предположениям, на своей картине ведение от руку Варфоломею, Несторов изобразил верфь этого дуба. Варфоломея решил посвятить свою жизнь Богу, стать монахом. Будущий святой построил Троицкий храм и принял монашество с именем Сергий. И Троицкая церковь, и имя ее основателя, легли в название Троицы Сергиева монастыря. Теперь на его территории находится более 40 архитектурных памятников. Троицкая церковь, и имя ее основателя, легли в названии Троицы Сергиева монастыря.